Нога должна быть обязательно согнута в кофе, и шаг должен быть широким. Вы не должны остаться не дошагнут до его ноги. Примерно на одной линии с той ногой, которую вы собираетесь выбивать. У нас преподает сборная России тренер Гамба. Он в 2014 году в России на Олимпийских играх никакое место не заняла. И было решено, что поменяли тренера, и вместо другого поставили Гамбу. Конечно, я обрадовался, мне понравилось то, что приезжает такой очень сильный, мудрый человек. Можно ему учиться очень важным вещам. Оренбург – хорошая группа, хорошие новые ребята готовы, я думаю, через 10-12 лет готовы по команде. Нам нужна работа каждый день, ребята. Учиться школа и зудо. Федерация зудо Оренбургской области, она на большом уровне, потому что у нас проходят ежегодные кубики Европы. У нас ежегодно проходит турнир Черномырдина, он всероссийский. Это формируется сборная команды России. Для этого и приехали главные тренеры зудо, чтобы выбрать самородков здесь. Побороться за медали турнира Виктора Черномырдина в наш город приехали 645 человек, более чем из 60 регионов России. В заключительный день соревнований золота мемориала выиграл арчанин Сергей Ломакин. Обновление состава юношеской сборной подзюдо и стало поводом для приезда в наш город таких почетных гостей. А на мастер-класс для юных дзюдоистов собралось около сотни оренбургских спортсменов. Поскольку итальянский тренер пока только осваивает русский язык, тренировку вел главный тренер мужской сборной России подзюдо Дмитрий Морозов. Самое главное, что мне понравилось, что все ребята работали с большим вниманием. Это было базовое действие для броска задней подножки. Особый акцент мы уделили не специализации каким-то индивидуальным нюансам, а именно базовым, самым главным, основополагающим принципам. Детей очень много, с каждым годом их все больше и больше прибавляется. Вот в центре дзюдо занимаются с пяти лет дети. В таком возрасте дети в основном приходят покричать, побегать. Мы разминаемся потом, после разминки мы там, ну когда у тренера хорошее настроение, мы играем. А когда плохой, то он либо мы что-то боремся и отрабатываем, либо ругается. Ну дзюдо, мне кажется, оно боевое и сильное, ну можно за себя поставить при помощи него. У меня два сына занимаются в секции дзюдо. Волнение всегда, переживания, даже бывают слезы, но зато очень закаляет их. Маленький отшаг делается той же ногой, которой и будет удар. Той же ногой, которой и будет удар.